сегодня у нас хороший день для посадки ярового летнего чеснока поэтому я перебираю вот азимы как видите вот у меня он сохранился до апреля месяца но уже начал вот прорастать но у нас сегодня речь пойдет о посадке и все о яровом летнем чесноке чем же он отличается и как мы его будем сажать я расскажу в своем ролике очистил я чеснок самые крупные вот взяла средочка вот этих вот сердцевинку не оставила но прошлом году я сделала просто проэкспериментировала взяла вот эти центральные и посадила думаю что будет смотрите какие вот 1 зубки у меня получились именно вот такой вот сердцевинки вот они как видите начинает уже прорастать я и буду тоже сажать так что можно смело если кто не и у кого лишние есть и не будут кушать можно свободно сердцевинки садите получать вот такой вот материал для посадки даже очень неплохой как видите на головке твердо просто 1 зубок получается в этом году у меня осталось я вот для посадки еще сама также сама посажу и получу 1 зубки и потом посмотрим летом какой у нас будет результат ярового чеснока скажу сейчас в разрезе вот разрезала а зима чеснок как видите он же начинает прорастать апрель месяц вот яровой чесночок то же самое видите к весне он уже появились росточки и чем различается яровой чеснок от озимого чеснока зубки крупные и внутри находится стержень здесь феерового зубки много зубков и они от конца зубков от начала зубков до конца идут на уменьшение чеснок я буду замачивать в теплой воде добавлю вот и пина несколько капель и оставлю на 12 часов утки смотрите наш чесночок даже немножко наклюнулся зеленые вот росточки вот они как видите сейчас я солью этот эту воду и дам просохнуть чесноку и начнем делать посадки вот такой чесночок у меня тоже сходы неплохие через две недели будет вторая подкормка чеснока сейчас подкормлена она мочевиной одна ложка на 10 литров воды вот они были макушечки такие желтенькие а сейчас уже они позеленели как бы рядочки хорошо видны чесночок здесь сады россии у меня комсомолец а сейчас мы пойдем сажать яровой чеснок летний называется и расскажу различия между озимым чесноком и яровым нас 32 регион брянская область и мы сегодня сажать будем яровой чеснок называется летний земля у нас прогрелась до плюс 5 градусов и пора высаживать яровой чеснок и немножко сегодня посадим лука мы грядку вот эту вот подготовили с осени здесь были у нас огурцы после огурцом мы посеяли сидораты это по целью вот полностью удобрена эта грядка бороздки сделаны у меня 20 сантиметров друг от друга а посадку ярового чеснока мы будем делать вот таким вот приспособлением это для зимого чеснока у нас приспособление это приспособление у нас сделано для зимнего чеснока здесь вот между расстояние между этими звеньями 10 сантиметров а яровой чеснок садить надо чтобы был 5 сантиметров это значит вот на половину вот так вот и глубина должна 2-3 сантиметра если зимний мы садим почти на полную вот это вот а яровой садится на половинку садить я буду вот таким способом вот если видно чтобы было 2-3 сантиметра если будет глубоко будет долго вязать чеснок потом у меня получилось вот так вот 3 рядка как видите расстояние 20 сантиметров между рядами 5 сантиметров будут между зубчиками вот такими вот маленькими потому что яровой чеснок небольшой растет и вот мне 3 рядка вот этих хватит моего вот это ярового чеснока летнего посадить я буду сейчас сажать и рассказывать различия между начатой озимым чесноком и яровым у озимого чеснока чешуя твердая и толстая а ярового тонко и мягко цвет у озимого чуть фиолетовый а у ярового белый а зимы выгоняя стрелкой и врастает булочки а ярового чеснока стрелок нет у озимого чеснока только один ряд крупных зубчиков у ярового много рядов и зубки крупные по бокам и уменьшаются в центру а зимый чеснок считается более острым а яровой более сладким а зимый чеснок хуже хранится а яровой до года дано урожая Так как у нас земля еще сырая, мы ее не проливаем редки, да тем более, что наш чеснок был замочен в эпине. Поэтому мы только мульчируем. Промульчировали мы три редка, вот так вот и оставляем без всякого полива. Потом, когда только вылезут первые росточки, будет первая подкормка. Ну а подкормим будет разговор в следующем видеоролике.